Добрый день, дорогие друзья! Уже совсем скоро мы будем отмечать 80-летний юбилей победы нашей страны, нашей Родины над фашистскими захватчиками. Хотя, казалось бы, прошло так много лет, но тема войны до сих пор актуальна, потому что до сих пор продолжают открываться новые архивные документы, которые проливают свет на события тех страшных дней. Я сразу хочу сказать, что при подготовке сегодняшнего выступления были использованы материалы, которые отложились в архивах Республики Татарстан и которые отложились в архивах Национального музея нашей Республики. Кроме того, работа над восстановлением материалов, связанных с Великой Отечественной войной, в нашей Республике ведется очень давно, и я буду опираться также на аккумулированные материалы, которые были изложены в монографиях, представленных здесь на этом слайде. Начну с того, что уже в июне 1941 года, как только началась Великая Отечественная война, Татарстан, находящийся в глубоком тылу войны, начал принимать раненых и начал принимать эвакуированных. Поэтому война очень серьезные внесла коррективы в начало учебного года 1941-1945. Уже с июня по август месяц в Республике Татарстан правительство приняло решение наиболее большие и хорошо сложенные школы, в том числе и деревянные школы в районах, отдать под нужды обороны. И прежде всего под работу эвакогоспиталей. Поэтому к 1 сентября 1941 года из 102 школьных зданий, которые находились в ведомстве городского отдела образования города Казани, осталось только 57. Точно такая же картина была и по другим районам, школ оставалось мало. Правительство для того, чтобы решить задачу нового учебного года, чтобы не упустить учебный год, приняло решение, чтобы в районах были изысканы резервы. Какие это резервы? Избы, читальни, клубы, какие-то другие места, которые могли бы школу заместить. Но даже вот с учетом этих замещений по городу Казани мы видим не очень красивая картина. Тем не менее, внутри школ располагались нужные для победы места, в том числе эвакогоспитали. И вот на этих фотографиях мы с вами видим, как именно в школах эвакогоспитали были размещены. Понятно, что не было каких-то особых условий для излечения раненых. Занимались и школьные помещения, и коридоры, и даже спортивные залы. Самое главное было как можно быстрее вернуть раненых к нормальной жизни, чтобы они могли вернуться обратно в строй. На предыдущем слайде мы с вами видели лицей номер 5 Вахитовского района города Казани, в котором тоже в годы войны был размещен эвакогоспиталь. Несмотря на то, что учебный год начинался с большими трудностями, казалось бы, вначале ничего не предвещало беды. Здесь, на этом слайде мы с вами видим цифры, которые демонстрируют количество учебных школ по республике в целом в предвоенный год и первый послевоенный год. А также число учащихся в них и число учителей. Так получилось, что из 19,5, чуть больше 19 700 учителей школьных, уже в первые месяцы войны на фронт было призвано 5000 человек. Поэтому проблема с кадрами в скором времени встала в полный рост. Для того, чтобы замещение кадров было полноценным, хотя полноценным это очень трудно назвать, и мы знаем, что до конца Великой Отечественной войны мобилизация продолжалась, принято было решение попробовать привлечь к работе в школах эвакуированных ученых, привлечь тех людей, которые уже оставили свою педагогическую деятельность, силу возраста прежде всего. Кроме того, были организованы краткосрочные курсы учителей, трехмесячные курсы, а также на работу принимались в качестве учителей начальной школы, например, те ребята, которые даже еще сами не закончили школу, были старшеклассниками. Поэтому, если брать статистику на 1942 год, которая проводилась в этом году в республике, то 4,2% учителей еще не закончили сами среднюю школу. Порядка 18% учителей не имели высшего образования. Ставка делалась на то, что за короткий период времени в состав педагогический вольются выпускники Казанского педагогического института, Казанского государственного университета и Елабужского учительского института. На картинке, на слайде мы видим довольно благоприятную статистику, что количество школ, которое было на начало Великой Отечественной войны, оно к концу войны увеличилось. Но на самом деле увеличилось количество помещений, оборудованных под школы, а сама учеба в связи с нехваткой помещений шла в три смены. Учеба в три смены помогала не только нашим школьникам республики Татарстан получать образование, но еще и принять таким образом тех ребят, которые сюда попали в эвакуацию. Нужно сказать, что уже с июня 1941 года в Татарстан начинают прибывать эвакуированные из прифронтовой полосы. Прежде всего из той зоны, которая грозила попасть в эвакуацию. В числе таких регионов оказалась Московская область, Ленинградская область, Бобруйская, Минская, Смоленская, Витебска, территория Прибалтики и даже театр военных действий на границе с Китаем. Вот из этих регионов к нам население либо централизовано вместе с предприятиями, либо отдельными семьями начинает эвакуироваться, как в глубокий тыл. И естественно вместе со взрослыми приезжают дети. Если они имели возраст школьный, то они должны были получать образование. В это время третья смена, чтобы вы просто понимали тяжесть положения, начинала учебу школьную в половину шестого вечера, а заканчивала только в половину одиннадцатого вечера. Конечно, это было очень тяжело и архивные документы показывают, что родители школьников, которые в третью смену учились, неоднократно обращались к руководству республики с просьбой как-то повлиять на ситуацию. Но, к сожалению, до конца 43-го года, пока не начались освобождения западных убежей нашей страны, ситуацию изменить было крайне сложно, если сказать, что вообще невозможно. Ну и снова, глядя на слайд, мы видим, что количество школьников к концу войны уменьшается. Причин тому несколько. Ну вот на этой фотографии мы видим, наоборот, счастливый момент, когда школьники второго класса, 51-й школы Сталинского района, сегодня это Приволжский район города Казани, смогли приступить к своим занятиям в сентябре 41-го года. Но, к сожалению, это смогли сделать не все. И вот архивные документы, которые мы видим на следующей страничке, сгруппированные уже в таблицу, говорят нам о том, по каким причинам школьники выбывали из учебного процесса. Наибольший процент, конечно, среди тех школьников, которые не посещали школу, занимали переезд родителей в другие места. То есть проблемы эвакуации наложили свой отпечаток. Ну а дальше мы видим, что в зависимости от возраста школьников наблюдается дифференциация этих причин. Что объединяло начальную школу и старшую школу, мы видим, что в 1942-43 годах очень многие дети болели, и длительная болезнь приводила к смерти. Прежде всего, это было связано с сильной ослабленностью организма. И тут я должна вставить такую ремарочку, вернуться к событиям накануне Великой Отечественной войны. Те из вас, кто в школе хорошо изучал историю, тот помнит, что еще в 20-е годы 20-го века республика Татарстан, как и все по Волжье, была охвачена голодом. Голод был очень страшной силой, но вот в 30-е годы, как опять же показывают архивные документы, ситуация сильно лучше не стала. Картина была тяжелая. Кроме того, в начале Великой Отечественной войны весь транспорт, который мог двигаться, включая лошадей гужевых, которые тоже могли стоять на ногах или передвигаться, был отправлен на фронт. Я не оговорилась, когда сказала, что лошади стоят на ногах и могут передвигаться. Были и такие лошади, которые не могли передвигаться, их просто подвешивали на веревках, и они оставались в колхозах. Но основной удар пришелся именно на отсутствие техники, которая уходила на фронт. Кроме того, взрослое население, прежде всего мужского пола, тоже уходило на фронт. Производство сельскохозяйственной продукции целиком и полностью легло на плечи женщин, а также престарелых и школьников. Поэтому, к сожалению, так получилось, что один из 30-х годов, самый конец 30-х годов, накануне 40-х, в этот год выдался хороший урожай. И поэтому он был взят за плановые показатели следующих годов. Несмотря на то, что на следующие годы климат не позволял, погода была дождливая, зима очень морозная, детский, женский труд, труд пожилых людей, отсутствие техники, сказалось, конечно, сказалось на урожае. Тем не менее, большую часть этого урожая отправляли на фронт, а вот все, что оставалось, оно уже оставалось в республике. Поэтому голод, который был и до Великой Отечественной войны, он в годы войны никуда не делся, он остался. Поэтому тяжелое положение заключалось прежде всего в том, что голодное население вынуждено было весной, после того, как снег сходил с полей, собирать перезимовавшие колоски, уже зараженные грибком, который сильно влиял на организм. И в короткий период времени человек получал такие симптомы, как будто обычная ангина, но затем буквально в считанные дни человек уходил из этой жизни. И вот эта ангина получила название септическая ангина, она охватила огромное количество населения Татарстана, и вот два года особо тяжелых у нас были по септической ангине, 42-й и 44-й годы. Поэтому длительная болезнь детей и смерть в республике никого не удивляла, таковы были особенности времени. Дальше мы с вами видим, что старшеклассников, ребят 10-го класса, уже призывали в армию сразу по достижению 18-летнего возраста. Кроме того, не только старшие классы, но и ребята младших классов были мобилизованы уже в 41-м году, уже с июня месяца, в школы фабрично-заводского образования и в ремесленные училища, чтобы в скором времени пополнить ряды рабочих. Мы видим, что огромный процент школьников нуждался. Нуждался в одежде и обуви, поэтому школу посещать не мог. Здесь тоже картинка связана с предшествующими годами Великой Отечественной войны, потому что мануфактуры, так раньше ткани называла, в республику поступало мало, мало поступало обуви, в том числе и кожаной обуви. Поэтому мы в архивах находим письма, когда ребята школьного возраста пишут письмо товарищу Сталину, уважаемый товарищ Сталин, пришлите нам, пожалуйста, немного мануфактуры, потому что все поизносились, и мама, и мы, дети, и в школу ходить нет возможности. Естественно, что в республике Петерстан руководство изыскивало возможности для того, чтобы хоть каким-то образом поправить эту тяжелую ситуацию. Хотя, еще раз подчеркну, все, что можно было, отправляли на фронт, а в тыл уже по остаточному принципу направлялось производство. К тому же фетровые фабрики, валяльные фабрики, текстильные фабрики быстро перестроили свою работу на выпуск военной продукции, поэтому выпуск гражданской продукции был переложен на плечи артелей, и, естественно, сократился выпуск изделий легкой промышленности, поэтому ситуация сложилась довольно сложная. Если все перечисленные пункты, которые мы здесь видим в таблице до последнего, считались официально уважительными причинами, то вот последний пункт, который я сюда написала, отдаленность от школы, считался неуважительной причиной. По неуважительной причине мы видим, что ребята не могли ходить в школу, потому что она была на расстоянии нескольких десятков километров, особенно тяжело было добираться по весенней или осенней распутице, или, наоборот, в зимние морозы, особенно, когда не было одежды и обуви. Поэтому проблему с доставкой ребят к школе в 1943 году наше татарстанское руководство решало несколькими путями. Во-первых, из особо отдаленных школ ребят размещали на постой в тех селах, поселках или даже городах, куда ребята в школу приходили, так, чтобы они только на выходные могли уходить домой, а всю неделю находились в школе. Кроме того, открывались специальные школы-интернаты, точнее, при школах открывались отделения, где дети могли находиться круглосуточно для того, чтобы продолжили процесс обучения. Еще одной причиной, которая считалась неуважительной причиной, она здесь у меня в таблице не записана, но в архивных документах такие сведения есть, относилась помощь родителям по хозяйству. Дело в том, что ситуация складывалась непростая, и часто бывало так, что в семье было несколько детей, мало-мало-меньше. Старший ребенок, например, посещал начальную школу или там уже в средней школе учился, отец был на фронте, а маму, например, в порядке мобилизации призвали на рытье окопов или на какие-то другие важные оборонительные работы. Уклониться от оборонительных работ было невозможно, это приравнивалось, за это грозило судебно-следственные дела и серьезное наказание уголовное, поэтому многие мамы вынуждены были своих малолетних детей оставлять на попечение более старшего. Более старшего, ну это, например, ребенок первого-второго класса. Поэтому, конечно, такие дети в школу не ходили, они оставались следить за своими младшими братишками и сестренками. Но еще раз подчеркну, что в статистике, в отчетах наркомата просвещения это значилось как неуважительная причина. Я уже говорила о том, что многие школьники, даже младших классов, вынуждены были уходить в школу фабрично-заводского обучения, в профессиональное училище получать там образование для того, чтобы влиться в ряды рабочих. Некоторые из них, одну смену, например, трудились на производстве, а вторую смену ходили учиться в школе. И вот перед нами на фотографии мальчик, школьник города Казани, Ваня Чередилин, который уже в 12-летнем возрасте, всего за 6 месяцев, освоил профессию токаря и до конца войны работал токарем и продолжал обучаться. Архивные документы говорят, что практически на всех заводах, не только города Казани, но и в других городах нашей республики, ребята, ну, по крайней мере, с 12-летнего возраста, начиная точно, были ребята и более возрастом гораздо моложе, но вот с 12-летнего возраста это было уж такое обычное явление, когда ребятишки работали на заводах, там же находили, особенно вот зимой, укромное местечко где-нибудь, да, где-нибудь возле шахты воздушной, где было потеплее. И вот от голода, от бессиливания многих из них там же и находили уже ушедшими из жизни. Большой трудности процессу образования придавало то, что школы практически не отапливались зимой, трудности были большие с дровами, с отоплением, поэтому заготавливать дрова для школ нужно было самим. И вот здесь представлена фотография, которая сохранилась в архиве национальном, из фотоальбома «Женская средняя школа 90» в годы Отечественной войны. Мы видим, как девчонки своими силами бревна распиливают, потом их будут рубить для того, чтобы школа оставалась теплой. Вообще проблема школьного образования, она не сводилась только к тому, что дети переставали посещать, учителей было мало, холодно было, но еще и количество принадлежности школьных практически сводилось к минимуму. Не хватало тетрадок, не хватало ручек, не хватало перей, чернил, поэтому ребята чаще всего приносили в школу уже использованные тетрадки, либо, например, использованные старшими братьями и сестрами, старые учебники приносили. И часто приносили книги для того, чтобы на полях обычных типографских книг можно было писать, считать, решать, решать задачки интересные. Особенно некоторые вспоминают, мы любили, они говорят, что они любили в годы войны книжки нашего замечательного поэта Маяковского, потому что его рубленная строка оставляла довольно много места на полях, поэтому удобнее всего было использовать книги Маяковского для образования. В это же самое время, в 1942 году, происходит изменение в учебных программах. В учебную программу школ были введены занятия по противовоздушной и химической подготовке, были введены занятия по спортивной и физической подготовке, военной подготовке, и для того, чтобы более грамотно организовать этот процесс, тогда же школы были поделены по половому признаку. Возникает школа для мальчиков и школа для девочек. И вот здесь на фотографии мы видим занятие кружка противовоздушной и химической обороны, которое проводилось среди старшеклассников мужской школы номер 34, здесь, в Казани, в Свердловском районе. Вот здесь мы видим, как мальчики учатся тактической подготовке. Была подготовка не только тактическая, была лыжная подготовка. Естественно, велась подготовка, когда собирали и разбирали автоматы, учились пользоваться и другой военной техникой. Что касается девочек, у девочек тоже проходили свои занятия по военной подготовке, но они не только учились владеть ружьем или хорошо стоять на лыжах. Девочек готовили прежде всего в качестве медсестер, готовили в качестве разведчиц, в качестве связисток. Поэтому за годы войны среди старшеклассниц Республики Татарстан вышло большое количество профессионалов, которые по окончании школы были отправлены на фронт. Тут же встал еще один вопрос, очень остро, с организацией летнего отдыха, потому что проблема беспризорности и безнадзорности тоже стала в полный рост. Безнадзорными называют детей, которые по тем или иным причинам оказались на какой-то период времени без внимания взрослых. Это было вполне объяснимо, потому что взрослые либо были заняты на сельхозработах, если речь идет о сельской местности, либо они были заняты на промышленном производстве, либо же они отправлялись на оборонительные работы, например, на строительство восково-оборонительного рубежа. Поэтому дети вынуждены были быть предоставлены сами себе. И архивные источники говорят, что власти республики озаботились проблемой тем, чтобы дети были заняты. Поэтому правительство Татарской автономной советской социалистической республики рядом своих указов возобновляет и контролирует работу детских оздоровительных лагерей. В эти же детские оздоровительные лагеря, тогда они назывались пионерские лагеря, направляли в том числе и эвакуированных детей, для того, чтобы они могли за лето еще и поправить свое здоровье. Каким образом в пионерском лагере можно поправить было здоровье? Дело в том, что начиная с 1942 года в городах газоны использовались, а в пионерских лагерях территория, которая пустовала, использовалась для того, чтобы засадить там овощи, зелень, которая шла в пищу. Поэтому хоть таким образом ребятишек можно было подкормить. Но других рабочих рук, кроме своих, не было. Поэтому даже в пионерском лагере дети должны были не только купаться, загорать, читать книжки и заниматься военной строевой подготовкой, но и самим заниматься сельским хозяйством, свои приусадебные участки иметь и за ними ухаживать. И вот мы здесь на фотографии видим, как ребята в Высокогорском районе находятся в пионерском лагере и работают на полях колхоза «Авангард», который был шефом пионерского лагеря в валяльно-фетровой фабрике, расположенной в Высокогорском районе. Несмотря на все трудности, которые выпали на долю и учителей, и школьников, все равно учеба продолжалась. Выпускались классы, дальше их судьба складывалась по-разному. Если мы говорим о годах 1941 по 1944 включительно, то после выпускного класса многие ребята уходили на фронт. Тем не менее, вот мы видим счастливый выпуск 1945 года, который на фронт уже не отправили, потому что к этому времени как раз война закончилась. Это выпускной 10-й А-класс 68-й школы Ленинского района города Казани вместе со своими учителями. За ратный труд доблестный, который учителя Татарской республики, несмотря на все, отдавая свою душу, свое время детям, произвели здесь в республике Татарстан, уже в 1945 году 139 человек были награждены высокими правительственными наградами, в том числе орденами Ленина. 12 человек получили звание заслуженного учителя школы РСФСР. Помимо того, что нужно было заботиться о тепле, о своем приусадебном хозяйстве, многие ребята должны были еще и летом трудиться на полях колхозных, потому что работа на полях не только помогала получать урожай детскими руками, но еще и потому, что какая-то часть урожая по договору между школами, между образовательными организациями, например, интернатом и колхозом, в котором ребята работают, приводила к тому, что часть урожая ребята получали в свои школы и в свои интернаты. Здесь мы видим на фотографии посадку семян, которую производили девочки женской средней школы номер 90 на полях колхозок, который был их шефом. А вот здесь мы видим учениц Айшинской средней школы. Айша тогда относилась к Юдинскому району, самостоятельному району республики. Ребята трудились на полях колхоза «Авангард». Я должна сказать, что жизнь ребят, которые проживали в сельской местности, школьников, отличалась от жизни городских ребятишек. Если городские, начиная с 12-летнего возраста, помогали на промышленных предприятиях, то сельские ребятишки должны были отработать, как и взрослые, определенное количество трудодней в сельской местности. Особым указом правительства СССР устанавливалась для детей норма в 50 трудодней. Что такое трудодень? Вот нам, сегодняшним людям, очень сложно себе представить это. Многие думают, что это вот один день отработал, да, и тебе зафиксировали, что ты отработал, молодец, получи свою зарплату. На самом деле, словом трудодень называли определенный объем труда. Например, 2 гектара лука нужно было прополоть на один трудодень. Если ты этого не успел сделать за один день, ты будешь это делать за 2 дня, за 3 дня, за столько, сколько нужно. Но вот столько дней, за сколько ты сделаешь норму, тебе запишут как один трудодень. На него зарплата пока не полагалась. На трудодень полагалась выплата натуральная. То есть давали зерно или муку, или крупу, или картошку, какими-то продуктами выдавали. Я вам уже говорила, что в 1942 и 1944 годах очень тяжелая ситуация сложилась с продуктами. И вот тогда на один трудодень выплачивали, ну вот только вдумайтесь, да, либо 2 стакана с зерном на один трудодень можно было получить, редко в каком колхозе давали больше, либо 6-8 картофелин на один трудодень. Конечно, это было только для того, чтобы с голоду не умереть. Поэтому приусадебные участки, которые возделывались в городах вместо клумб, в пионерских лагерях или у колхозников на личном подворье, конечно, использовались на 100% и позволяли людям пережить это страшное время. Вот на этой фотографии мы видим, как пионеры и школьники городские приезжают летом в колхозы для того, чтобы помочь с уборкой урожая. Здесь мы видим пионеров и школьников города Казани в своем подшифном колхозе. Я уже говорила о том, что помимо ребятишек, которые у нас были свои, это жители Республики Татарской АССР, с началом войны сюда, в Татарстан, и по воде, и по железной дороге, и автомобильным транспортом начинают прибывать ребятишки эвакуированные. И вот перед нами одна из таких телеграмм, которая сохранилась в архиве за подписью руководителя Республики Тинчурина, который говорит о том, что нужно принять в тетюшах очередную группу эвакуированных детей. Вот что касается эвакуации ребят, здесь хотелось бы сказать особо. Приезжали они к нам чаще всего изможденные, потому что вывозили их из-под обстрелов, из-под бомбежек, из той территории, которой грозило попасть в оккупацию. Кроме того, в дороге многие из них продвигались в эшелонах, которые подвергались бомбардировке. Поэтому врачи нашей психиатрической клиники говорят, что много ребят приезжали уже с тяжелыми психическими заболеваниями, их нужно было лечить. Не только давать кровь над головой, крышу над головой, еду, одежду, давать образование, но прежде всего излечить нужно было от страшных тиков, которые ребята зарабатывали, находясь в условиях Великой Отечественной войны. Тем не менее, ребят принимали практически во всех районах, особенно в тех районах, где были железнодорожные станции, там, где были речные порты, потому что по Волге, по Кайме ребята к нам прибывали, и их размещали либо целиком, например, если эвакуировался детский садик целиком, школа целиком, школа-интернат целиком, либо их размещали в городских домах, в домах колхозников по нескольку человек. Конечно, эвакуировано, наверное, было еще тяжелее, чем местным, потому что очень остро стояла проблема, ну, элементарно, нехватки элементарного, не хватало тарелок, ложек, чашек, то есть элементарной посуды для того, чтобы поесть, не хватало простыней для того, чтобы накрыть полноценно, или постелить полноценное постельное белье, с вещами были трудности, тем не менее, на предприятиях республики организовывались воскресники, организовывались целые месячники в помощи эвакуированным детям, средства от которых шли на закупку такого нужного даже местным детям, на закупку нужных даже местным детям товаров, в том числе одежды, обуви, ну и, конечно, еды. Очень интересные воспоминания оставили дети, которые были эвакуированы из Вышневолодского детского дома, из Ленинградской области, их разместили в Тимбаевском детском доме, это нынешний Буинский район, вот они говорили о том, что очень тяжело было за водой ходить зимой, потому что находился детский дом на пригорке, а спускаться нужно было к реке, и вот они были маленькими ребятишки, ходили с ведрами, черпали этими ведрами воду, по дороге пока наверх поднимались, по зимней скользкой дороге, половину воды проливали, тут же дорога замораживалась, превращалась в такую горку, по которой совсем трудно было подниматься, несмотря на это, они привязывали к обуви, или если ее не было, прямо к носочкам, привязывали деревянные кусочки, или кору привязывали простыми веревочками, для того, чтобы можно было хоть как-то к этой воде спускаться, ее доставать. Там же выпускники Тимбаевского детского дома Вышневолодского вспоминают, что по весне особенно хотелось кушать, а весной организм ослабленный, нужны были витамины. И вот во многих школах, это не только для эвакуированных ребятишек, это для наших детей тоже, сотрудники школьных столовых, если они были, или родители дома, делали настоя из хвои, вместо компотика варили хвою, и вот этот витаминный напиток использовали в пищу из-за нехватки витамина С. Так вот, ребятишки из детского дома Тимбаевского вспоминали, что они в это время весной любили ходить в лес, потому что они в лесу собирали отросшие кончики елочек, сразу же их употребляли в пищу и представляли себе, что едят хрустящие зеленые огурчики. Это было очень вкусно. Смолу собирали, сагыс, которую тоже употребляли в пищу, она такая тянучая была, как жвачка, но ребятишкам она нравилась, очень теплые воспоминания у них остались об этом периоде. Несмотря на то, что ребята находились в эвакуации, тем не менее, они точно так же, как и домашние дети, живущие в республике, обустраивали так или иначе свой быт, отмечали праздники. И вот здесь мы на фотографии видим Нину Александровну Буко, которая была к нам в Татарстан, эвакуирована вместе с родителями. Ее отец был инженером, который работал в конструкторском бюро одного из ленинградских заводов, где изготавливали суда, и они были эвакуированы в Казань всей семьей, и у Нины Александровны остались самые благоприятные впечатления, потому что работал кинотеатр, и бабушка, взяв Нину Александровну и девочек из ее класса, водила их в кинотеатр смотреть и художественные фильмы, и мультики для детей показывали, в том числе Нина Александровна вспоминает, что уже цветные были мультики, что, конечно, ребятам не могло не нравиться. С книжками не могу сказать, что была беда, но книжек было не так много, их зачитывали до дыр, но вот она вспоминает, что несколько одноклассниц, в том числе ребятишки эвакуированные, собирались, например, в одной квартире, дома очень плохо отапливались или не отапливались, поэтому в холодном помещении накрывались одеялом по два, по три человека, и вот одну книжечку перелистывали с большим удовольствием, читали, затерев до дыр странички, но книжки пользовались большим уважением, их передавали от одного человека к другому, таким образом обменивали книжный фонд, обязательно отмечали праздники, в том числе снова в годы войны стали отмечать Новый год, взрослые ставили для детей елки, независимо от того, в семьях это было, или это было в школах, иногда и детские дома позволяли себе ставить елки на Новый год, поэтому дети, ну скажем так, не были обижены вниманием о взрослых, взрослые создавали все условия для того, чтобы дети почувствовали, что у них все-таки есть детство, несмотря на военный период времени. У нас приближается Великая Победа, я поздравляю абсолютно всех с этим замечательным праздником, школьникам желаю хорошей учебы, и помните о том, что мы сегодня с вами живем в очень комфортных условиях, несмотря на то, что и сейчас идет специальная военная операция, как говорится, каждое время диктует своих героев, но помните, пожалуйста, о том, что мы сегодня живем в тылу, мы сытые, мы одетые, у нас есть абсолютно все возможности для получения хорошего образования, поэтому дорогие ребята, дорогие дети прежде всего, и, конечно, уважаемые товарищи взрослые, от всей души желаю доброго здоровья, нашим детям светлого будущего, и всем нам мира над головой. Субтитры создавал DimaTorzok